Существует мнение, распространяемое тиражными словарными изданиями, а значит, уже укореняемое в сознании современников, естественно, потомков, потому что словари остаются на полках, читают дети, внуки, что в целом искусствознание по причине эклектичности предмета и метода область маргинального мышления, это словарь Власова, представляете? И тем не менее хочется думать, что признанная метафизичность, искусствознание, не дезавуирует объективность. И справедливая можно считать мысль, что история искусства XX века писалась параллельно с ее созданием, не постфактум реагировали искусствоведы, а вот как появлялись некие критические рефлексии или художественные какие-то самоопределения, вот это уже укоренялось в истории искусства. Тенденция естественным образом продолжается в XXI веке. Умение искусствоведа, художественной критикой держать руку на пульсу современности, отслеживать почти подспудные процессы, фиксировать значительные и узловые события, позволяет говорить о возможной гарантии более полной объективной картины некого и обобщающего исследования. И если вы заметили, одно из первых пунктов вот тех проблем критики, которые будут обсуждаться на форуме, это как раз искусствознание, история искусств и критики, роль критика, которая определяет, фактически фиксирует явление искусства, достойное войти в историю. Леонид Александрович Бажанов, вы, может быть, кто-то из вас успел, потому что он вот только что прибыл из Лондона, заранее мы не объявляли его присутствие, хотя эта встреча была оговорена, но невозможно было фиксировать еще некое неопределенное событие. Но если кто-то уже успел посмотреть, то я спешу вас немножко расстроить. Даже на сайте Айки, как Леня посоветовал мне посмотреть, и сайте АИС, это ассоциация, международная ассоциация художественных критиков, действительно, международная, не так уж много членов Айки по всей большой России. Гораздо более многочисленная ассоциация, международная ассоциация историков, искусства и критиков, это уже наша российская, и там весьма-весьма скудные святия. На самом деле, Леонид Александрович или Леонид Бажанов, он действительно являет собой универсальную фигуру, критика, куратора, теоретика, некого такого практического философа современного художественного процесса. Почему-то в интернете, вот так я уходя сюда, что-то меня дернуло, то есть я знала, но мне интересны были даты, вот этот вопрос я сейчас спрошу, и я приношу свое извинение Леониду Александровичу за то, что я так плохо подготовилась. Но вот я взяла сборники советского искусства, знания, вы знаете, что искусство и знания, это, собственно говоря, единственный профессиональный журнал, который читают все искусствоведы и считают своим долгим прочесть. 78-го года редактор Леонид Бажанов. Я взяла 83-го года, подожди, у меня-то на полке стоит, начиная с 77-го, 74-го я не брала, я взяла только два тома, и там везде был Леонид Бажанов. Это вот один из первых вопросов, вы представляете, об этом вообще не сказано, что на протяжении десятилетий все критические какие-то опусы и опыты советского искусствознания, искусствознания, ну слушайте, но многие эти советские критики вот даже в нашем лице дожили до нашего постмодернистского времени. И Леня все это пропускал через свои руки, через свой мозг, через свой словарный запас. И это была редактура самого высокого полета. Я уже не говорю, что он сам был действующим критиком. Давайте посмотрим, что происходит потом. Леня, вот я все говорю как бы именно с той, вот по той причине, чтобы вам было что добавить, было что исправить. Потому что, честно говоря, головокрушительная профессиональная биография. Я, вы видите, избегаю слова карьера. Карьера – это ступеньки. Ступеньки ведут очень однозначно. Ленина жизнь идет по пантусу, который так любил Ле Корбюзье своих. Потому что он считал, что ступеньки, они очень организовывают человека и очень навязывают свою форму бытия. А пантус, вот человек идет вверх или вниз, но он сохраняет особенно свои походки. Вот, извините за мои такие случайные концептуальные импровизации. Я действительно не очень готовилась к встрече Леони Дома Александровна, потому что я понимала, что это будет живой диалог. Действительно, согласишься ли ты или нет, но это действительно пантус, который, через перила которого ты иногда спокойно перешагивал, не перелезал, и шел по каким-то своим параллельными путями. И я понимаю, что тобой двигало. А тобой двигали, конечно же, художники. То есть, собственно говоря, объект критики. И давайте для начала я все-таки спрошу о том первоначальном, начальном этапе становления. Конечно, первоначальный этап – это был МГУ. Нет, нет. Нет? Вот видите, я ошиблась. Но МГУ тоже было. Тогда, спасибо, Ниночка. Я потом продолжу. Интересно, я тут столько про себя узнал, какой я замечательный, Ленин и вообще. Это я не все сказала. Я еще жив. А тут такой прям панигирик посмертный. Я, правда, еще жив. Подожди. Я очень давно. Я расскажу сейчас и про себя, и про художников. И начинал давно. И действительно, я уже в том возрасте, когда с вашей аудиторией можно позволить себе быть незнакомым, он уже очень стар. Но есть мои коллеги, вот Дмитрий Владимирович Соробьянов, одном из лучших искусствоведов российских, недавно исполнил с 88 лет, прекрасно, бодр, пишет музыку, стихи, продолжает писать книги, читает лекции и так далее. То есть есть еще запас времени, надеюсь. Начинал я давно, правда, давно, и начинал с радиофизики, как тогда начинали все. Тогда вот сейчас модно быть коммерсантом или юристом, тогда было модно быть радиофизиком. И в семье были радиофизики, и отец, и дядя, и так далее. Были, правда, и поэты, но все-таки радиофизика была главной. И по легкомыслию вместо того, чтобы старательно учиться, мечтал и пошел вместе с приятелями поступать на радиофакультет авиационного института, опоздав по легкомыслию уже поступить в МИФИ, тогда самый серьезный институт был. Где, к моему счастью, оказалось, что радиофакультет соседствует просто соседний дом со Строгановским училищем, куда сразу и стал ходить, заниматься живописью. И это удел очень многих представителей моего поколения, очень многие нынешние критики, кураторы, искусствоведы, историки, искусство-теоретики, директора и так далее, начинали в каких-то там авиационном институте, в строительном институте, еще где-то там, Йосиф Бакштейн, Виталий Пуцуков и прочие. Не с Московского университета. А Московский университет уже потом, потом, после архитектурного, после политехнического, в Горьком, после художественного училища, после Строгановки, после строительного, то есть порядка семи институтов. Но это не объем мозга, а наоборот, беспечность, лень, неразумность и тогда нежелание служить в армии. А технические институты позволяли не ходить в армию. Была военная кафедра, и она нас защищала, и позволяла учиться, изучать все, что хотели. А хотели изучать уже очень быстро, это стало понятно, искусство, причем искусство современное, которое тогда в России было почти не представлено. В Пушкинском музее еще только-только развешивали, организовывали экспозицию импрессионизма. Выставка Пикассо отшумела как какое-то скандальное приключение. Выставка 1963 года в Манеже кончилась скандалом и дракой с главой правительства российского с Никитой Хрущевым. Ну и так далее. Но зато это все было шумно, энергично, оттепель, интерес к истории искусства, попытки получить информацию в библиотеках. Конечно, никакого интернета не было, в библиотеке, но даже в библиотеке получить информацию о современном искусстве было почти невозможно. Для этого добывали какие-то ходатайства, справки, так как журналы и книги по современному искусству, то есть сейчас вашему поколению это смешно слышать, и, может, вы даже не знаете, не доверяете таким сообщениям, но чтобы получить книгу Шагала «Моя жизнь», надо было получить допуск в спецхран Ленинской библиотеки или библиотеки иностранной литературы. Были такие спецхраны, специальные комнаты, куда пускали не каждого профессионала, не каждого специалиста. Это нужно было пройти какую-то процедуру и получить специальный допуск, специальный пропуск, как к секретным документам. И там же выдавали журналы «Студия Интернешнл», «Арт на Америку», «Арт Мэгазин» и так далее. Все то, что теперь лежит на столе у каждого студента, у каждого желающего знакомиться с современным искусством, и теперь просто и наши журналы все наполнены примерно тем же материалом и той же информацией, которая попадает в «Арт Мэгазин». Оказывается, я не весь героизм подчеркнула. Нет, нет, там не было героизма. Это вот беспечность, счастливая, замечательная беспечность, которой вы обделены. Вот мне так кажется, дай бог, чтобы я ошибался. Вы обделены, потому что вы уже в 15 лет знаете, что надо зарабатывать деньги, что надо делать карьеру, надо выстраивать свою жизнь по определенной линии, искать сексесс, быть селебрити, ну и так далее. В общем, весь этот гарнир, весь этот безумный набор рамок и шор, который заменил те шоры, которые были у нас. А нам нельзя было читать Набокова, нам нельзя было читать. Вообще ничего нельзя было читать. И получить на одну ночь каталог венецианской биеннале, это было пределом мечтаний очень немногих, потому что другие даже мечтать об этом не могли. А большинство и не знало, что это есть. Ну и не знали, да. Хотя Россия традиционно участвовала в этой биеннале, и был специальный комитет, там Министерство культуры отправляло туда своих комиссаров, и участников, художников и так далее. Но, тем не менее, Россия была многие десятилетия, к моменту моего рождения и моей юности, оторвана от современного искусства. Но, тем не менее, это как раз то самое влекомое, что и возбуждало, и возбуждало интерес к этому. Ну, стали появляться какие-то книжки, то открыл какую-то выставку Эренбург, то открыл выставку, как же, Симонов. Вот наши литераторы, поэты, так как в России тогда они были писатели и поэты, это больше, чем поэты, и им были даны какие-то особые полномочия. Во всяком случае, они напрямую могли разговаривать с руководством партии и правительства и добиваться некоторых результатов. Остальные бедные российские граждане прозябали в неведении и в благодарности к Эренбургу и Симонову. Симонов открыл выставку Татлина в Доме литераторов, и тогда это было чем-то совершенно героическим. Ему помогала его жена, искусствовед Жадова, очень рано умершая, замечательный искусствовед, которая занималась русским историческим авангардом. И только благодаря тому, что она была дочерью генерала Жидова и женой Жидова, это Сталин его переименовал из Жидова в Жадова, и женой Симонова Константина. Только вот она могла себе позволить ездить за границу, смотреть современное западное искусство и заниматься русским историческим авангардом. Остальные – это только на уровне мечтаний и приключений. И была курительная комната в библиотеке иностранной литературы на Варварке, в бывшей церкви. Сейчас уже иностранку оттуда выгнали, построили здание, и церковь вернулась в свои стены. А тогда это был такой клуб. Вот если сейчас это гараж, то и здесь помещается, я не знаю, тысячи зрителей, посетителей, то там помещалось человек десять. Но вот эти десять человек и были той первоначальной аудитории, московской аудиторией, которая интересовалась и аккумулировала, и внесла информацию о современном искусстве. Других не было просто. Ну вот при этом еще Дмитрий Соробьянов, Вася Ракитин, чуть младше другое поколение, Лариса Жадова. Ну и, собственно, и все. В Питере еще пара человек. И все. Из мне знакомых тогда людей только один человек знал современное искусство лучше, чем я и вообще знал как-то, потому что никакие профессоры, ни профессора Московского университета, включая даже уважаемого Соробьянова, не занимались этим и не имели к этому увлечения и не имели информации. А Жадова у нас даже после Васильника читала и декоративно-прокладную, и диакральную. Да, Жадова, конечно, и свои первые книги она печатала за границей. И из... Ну, был еще Стрегалев. В общем, это просто по пальцам одной руки. А в первую очередь естественное такое, ну не биологическое, но такое естественное интеллектуальное влечение к современному искусству, оно зрело в среде художников. Именно художники и были первыми, как, собственно, это всегда и было и в истории искусства. Я сейчас об этом скажу. И именно в среде художников вот первая аккумуляция и сбор информации, и передача информации о современном искусстве возникала и культивировалась. И одним из таких художников был Миша Чернышев, московский художник. Мы когда-то учились в одной школе, сейчас он давно эмигрировал, живет в Америке. Правда, сейчас потеряли... Я потерял его след, не знаю даже, где он. В Нью-Йорке его не могут найти, в Москве его не могут найти. Когда-то была... Он участвовал здесь в выставке уже, уехав из России, но очень немного известен здесь. Но это один из самых интеллектуальных и информированных художников в те годы, вот в 60-е... Да, в 60-е годы. Мало кто еще. Ну, тогда уже Евгений Барабанов работал в отделе иллюстрации в Пушкинском музее. И хотя... А я тогда работал там кочегаром в Пушкинском музее, в Музее изобразительных искусств. И там же Армен Бугаян, художник умерший, он работал садовником или счищал снег с крыши, я сейчас могу путать. И вот это вот было такое ядро, которое собиралось в курилке Пушкинского музея. И мы спорили там с Игорем Гламштопом, который работал уже как научный сотрудник Пушкинского музея, но публиковался уже под чужим именем, под псевдонимом. И для того, чтобы выпустить книгу о Босхе, ему надо было сменить фамилию, так как он был участником, правда, свидетелем процесса над Синявским и Даниэлем. Не знаю, знаете ли вы такие имена, но, в общем, предполагается, что вы можете знать. Осудили их за то, что они публиковали свои собственные тексты. Я вас не запугиваю, да, это 60-е годы, но это правда имеет смысл знать, чтобы знать, откуда вообще все растет. И вот Синявского и Даниэля судили, и они были осуждены, сидели в лагере за то, что они опубликовали свои тексты за границей. Это было политическим, идеологическим, уголовным преступлением. Так что вот эта среда, тот климат, в котором все начиналось, и обмениваясь вот этой информацией, которая культивировалась в среде художественной, среде художников, мы в этой среде начали делать свои первые выставки. Собственно, вот кураторская биография начинается оттуда, это конец 60-х годов, но для меня 69-й год, когда мы сделали выставку в закрытом научном институте, институт молекулярной биологии в Дубне, не в Дубне, а в Пущино, под Москвой, на Оке, и только там можно было показать современное искусство русских художников. Современное искусство в том смысле, о котором сейчас идет речь. Вот как бы мы сидим в соседних залах Марина Абрамовича, и вот это то современное искусство, о котором я держу в голове, когда вообще что-то вам рассказываю. Потому что в нашем нынешнем обществе до сих пор мы не пришли к какой-то договоренности и взаимопониманию, потому что одни современным искусством называют то, что современным искусством называется профессиональной критикой на Западе, то есть контемпорарий арт. Другие в современное искусство включают и модерн арт, это немножко другое. Третьи включают в современное искусство все искусство, творимое ныне живущими художниками. Можно я на минуту? Это большая проблема. Проблема терминологии, которая тоже будет обсуждаться на форуме. Может быть, мы все-таки придем к каким-то абсолютно кристаллическим определениям, просто договоримся, что и как называть. Потому что действительно называть современным искусством то, что происходило 50 лет назад, уже даже не имеет смысла. А в русском языке это единственное термин. Да, у нас не разработаны. Не разработаны. С другой стороны, и на Западе контемпорарий арт, оно подразумевает то, что мы подразумеваем актуальное искусство. А присутствуют там, извините, совершенно различные, в том числе и, ну, Фрейд, допустим, да? Он что, контемпорарий арт? Да. Его называют, и тем не менее, он как бы находится в некой системе традиционных жанров. Или кентридж, который вы сейчас увидите и который мы видим. Там же вот эта сложность терминологии и вот этой детерминированности в современном процессе искусств. Поэтому, собственно говоря, и стоит обсудить вот эти проблемы, чтобы внести хоть какую-то ясность. А если мы это не сделаем, то это тоже некая такая характерная черта и нашего времени. Значит, и мы не договорились. Давайте жить дальше, потому что, может быть, следующее поколение будет умнее, рациональное и проще нас и сумеет договориться. Вот. Прости, пожалуйста. Да, это очень серьезная проблема и именно эта проблема и должно решать критическое сообщество, не художественное, а критическое сообщество, которого, на мой взгляд, в России нет. В современной России отсутствует институт художественной критики, хотя есть художественные критики, к которым и себя отношу. Людя, извини, пожалуйста, перебью. А что ты называешь институт художественной критики? То есть, когда личность критика становится неким таким решающей, определяющей фигурой, да? Когда мнение его учитывается внутри художественной пространства. Я просто пытаюсь несколько вариантов, чтобы ты уточнил. Ну, вот это все переплетается с той биографией, которую я вам рассказываю. И институт критики – это тот институт, который должен сложиться, сформироваться в процессе аналитической, критической, интеллектуальной работы, которой занимается специальное профессиональное сообщество. Не все общество в целом, а профессиональное сообщество. Причем это профессиональное сообщество не может быть, на мой взгляд, подменено художественным сообществом, не может быть подменено сообществом историков культуры или историков искусства. Это определенная профессия. Прости, пожалуйста. Определенная профессия. При этом, как часто сегодня подменяется понятие художественный критик, он сращен с фигурой куратора. Вплоть до того, что наш общий знакомый даже вообще не понял, о чем речь, почему художественная критика. И вот считая, что художественный критик – это и есть куратор. А куратор – и есть художественный критик. И надо себе сказать, что на конгрессе Айки сидели, ведь это конгресс Айки, это Международная ассоциация художественных критиков. Практически стопроцентные кураторы сидели. Понимаешь? Это какая-то общая картина. Я считаю, что немножко болезненная, потому что критик, как ты говоришь, институт критики в какой-то степени, а я считаю, что вообще в максимальной степени, он должен быть независим, какой-то плюс иметь. И, собственно, отдельное мнение от кураторского, который связан с промоушеном, с арт-рынком, с раскруткой и со всеми вот этими разными процедурами, без которого, как считается, художественный процесс не состоится. Ну да, это так. Возразим? Нет, не буду возражать, это так. Но критик – это действительно профессионал, который проводит аналитическую, критическую работу, облекает ее в форму, языковую форму, вербальную форму, формулирует те или иные критические высказывания, продуцируемые его сознанием и его опытом, и пишет, и этому нужно учить. Это не значит… Это не журналистика, это совершенно особое явление. И это явление в России существовало. У нас была потрясающая критика в 19 веке. Думаю, что лучшее в мире… Да, в начале 20 века какая-то… А в начале 20 века просто блестящее, блестящее у наших критиков, ну, как, впрочем, у наших музейчиков, первый музей современного искусства – это в России. Да. Первые профессиональные критики – это в России. Если на Западе были первые галеристы или дилеры, то в России были именно критики, и блестящие критики. И Пунин, и Тугенхольд, и Фросс. Блестящие совершенно. И Вальдемар, и так далее. Но Россия, начиная с середины 20-х годов, ну, в силу известных вам причин, я не знаю, в школе сейчас это проходит, и вообще в институтах, но, наверное, пароход, философский пароход вывез из России почти всю интеллектуальную элиту страны. Как раз вот ту самую элиту, в пространстве которой формировалась художественная критика. Ну, будем считать, что не повезло, потому что остальных просто потом уничтожали. Ну да, остальных уничтожали. Ну, не всех уничтожили. Вот кто-то там даже успел вернуться из лагеря, но вернувшись уже настолько боялись, что ничего не писали. И вот я возвращаюсь к своей молодости. Те, кто осмелились что-то говорить, что-то даже начали писать очень понемногу, или проводить у себя критические семинары, как в мастерской у Ильи Кабакова, или куда игрой сходил, и откуда вообще мы все взялись. Ну, в большой степени. Или какие-то... Были еще дома, просто все происходило в квартирах, на кухнях, и других мест не было. Были еще однодневные выставки на Кузнецком мосту в Доме художников или в Ермолаевском, где была молодежная секция Союза художников. И закрытые вечера только для членов Союза по каким-то специальным спискам или выставки в научных негуманитарных институтах. В институте Курчатова, в институте Капицы, в институте психологии и так далее. Как раз я хочу сказать, что первые, даже не зачатки, а какая-то тень артрейнера, то есть покупали работы, как раз вот эти технари в Дубне и так далее, они как раз собирали современных искусств. Технари и врачи. Да. Это кроме иностранцев. Ну да. И, конечно, дипломаты и журналисты иностранные. И вот в этой художественной среде возникала какая-то потребность и попытка артикуляции и осмысления того, чем сама художественная среда, сами художники, само художественное сообщество занималось. Потому что книги, которые были доступны, ну, они не отражали новую действительность. На русском языке ничего не было ни о экшн-пейнтинг, ни о флюксусе, ни о дадании, ну, вообще ни о чем. И единственная книга, с которой мы захлеб все читали, это замечательная, кстати, книга, жутких критиков, которые камня на камне не оставляли. Можниогон. Можниогон. Но в Можниогон, похоже, были «Лившицы и Ренгард». Кризис безобразия, по-моему, так она называлась. Замечательная книга. Это тоже были одни из самых информированных людей в России и умных людей, но условия их жизни и их, как бы, менталитет позволял им громить современное искусство наотмашь, просто жестоко, дерзко, но только оттуда можно было получить хоть какую-то информацию, качественную информацию о современном западном искусстве. И вот художники, пытаясь компенсировать этот вакуум, интеллектуальный вакуум, стали создавать свою мифологию. Сначала это была мифология, конечно, о науке речи не было. Придумывали второй русский авангард, какую-то свою терминологию, тогда иературы. Ну, бог знает что, сейчас это трогательно вспоминать, это такой романтический период. Собственно, это в чем-то шло параллельно с официальной критикой. А официальные критики были вполне хорошие. Там Каменский, наверное, вы знаете теперь его сына, который занимается Содбис, или Толстой, которого вы, наверное, знаете. Теперь он один из организаторов этого форума. Его отец был тоже советским, хорошим советским критиком. Был Владимир Костин, был Анатолий Кантер, ну и так далее. Люди, которые пытались на материале советской художественной действительности выдумать, выстроить некоторое свое здание. Был выдуман суровый стиль, было такое романтическое понятие, которое сейчас, я даже думаю, что уже в университете не проходит. Не, проходит. Проходит еще. Ну, проходит. Но это здорово. Это хорошо, что сохранили традицию, хотя это, конечно, смешная категория вне такого настоящего критического дискурса, который сейчас нам доступен. Но это попытка заменить вот те провалы, те пропуски, которые возникли в нашем художественном сознании. А в андеграунде, в подполье, вот в этих курилках, о которых я вам говорил, там росла своя мифология. Вот там говорили о Яротурах, Шварцман или кто-то из его окружения. И что это такое, я думаю, что до сих пор мало кто понимает. Леня, а можно я вот перебью и задам один вопрос о ситуации в душе и в мыслях художественного критика, который занимался андеграунным искусством? Каким образом можно было объективно критиковать это искусство? Вот скажи, пожалуйста, ты критикуешь художника, который битый властью. И как только ты начинаешь... А художники, они тоже не идеальные. Там тоже можно было найти какие-то со своей вкусовой и познавательной, эмоциональной, ментальной, колокольной некоторые недостатки. Но ведь как только ты начинаешь говорить, что там чего-то не хватает, получается, что ты льешь воду на мельницу вот этой советской власти. Я не верю в объективность критики вот этого андеграунда. Убеди меня, что это я не права. Конечно, нет, а ее и не было. Она не могла возникнуть, потому что сама среда, сами условия были уродливые. Так когда же она возникла? А когда советское искусствознание ты редактировал до этого? Вот там не было. В советском искусствознании отсутствовала критика. Там присутствовало искусствознание. Да. Наука об искусстве, такого исторического характера, и некоторые отдельные попытки теории искусства. Нет, ну современный процесс все-таки там был затронут. Современный процесс был затронут. А потом сборники живут, дурографикам. Ну да, это уже другие сборники. Другие сборники. Но как раз другие сборники давали пример такой художественной журналистики, скорее, нежели критики. Первые попытки критического рассмотрения, вот в свое время мы с Турчинем это была первая статья о современном искусстве, опубликованная в советском искусствознании. Ну, первая была, конечно, редколлегия, с которыми у меня были очень дружественные отношения, и до сих пор я им благодарен, как учителям, это и Полевой, и Соробьянов, и Стернин, и так далее. Но, тем не менее, редколлегия зарубила, конечно, эту статью из тех соображений, что это нецелесообразно и непонятно. Вот это суждение о целесообразности это совершенно не критическое суждение, откуда берется решение, которое определяет целесообразно то или иное явление, художественное или критическое, или нецелесообразно. Оно мне до сих пор непонятно. Но потом все-таки через какое-то время другую какую-то статью нашу опубликовали, но я храню до сих пор лицензию на нее и сами обвинения нас в оппортунизме, в неотроцкизме, в неомарксизме, в необог знает, что там было написано. Очень трогательно, за честь, как храню, как орден. Представляете ли, Елена Александровича, абсолютно исторически? Критики, конечно, не могло быть в принципе. Я сам, будучи научным редактором этого сборника, как бы ее пресекал на корню, потому что ее не могло быть, потому что не могло быть никогда. Те же статьи, которые я писал, крошечные, отдельные, где-то в сборнике сценографии или живопись, но это крохи, потому что это мгновенно отбило охоту, там ни о чем серьезно писать было нельзя, можно было только похвалить того или иного художника, просто чтобы помочь ему жить, чтобы он в рамках художественного фонда мог получить заказы или получить какую-нибудь командировку для поездки по стране, или чтобы его включили в художественную группу, в Дом творчества какой-нибудь. Вот все, что можно было себе позволить. Леонид, можно я перебью? Я хочу сделать такую связку с сегодняшней ситуацией. Начало 21 века, нулевые годы. Скажи, пожалуйста, разве не 90% художественной критики существует во имя поддержки художника? И это скорее апологетика и некая рекламная акция, написанная хорошим художеством, я вспомню, в лучшем случае, нежели... Почему я говорю о тех годах? Потому что именно этот опыт стал складываться, негативный опыт стал складываться тогда, даже в период перестройки, когда, казалось бы, теперь мы получили доступ к информации, убрали железный занавес, мы начали ездить на Запад, сюда стали приходить литература, возник интернет и так далее. Но сам опыт предыдущей, предшествующей работы отучил от честного критического высказывания. В андеграунде, в таком художественном сообществе было принято похлопывание по плечу и формулировка «старик-то гений». Это была совершенно... Это самая главная формула критического суждения была «старик-то гений». И все так и говорили, потому что сказать что-то другое было неприлично, потому что выжить в этом кошмаре и остаться нормальным художником, это тут же награждалось вот таким герлоком «старик-то гений». И все говорили о той нетленке, которую они творят и тешили себя иллюзией, что они пребывают в мировом художественном пространстве только по той причине, что их работы чемоданного формата покупают зарубежные дипломаты. Был вот такой чемоданный формат, чтобы легче было выгодить работы, а здесь рынка никакого не было, конечно же. Покупатель был только один, это государство, в лице художественного фонда и Союза художников, когда сами художники, начальство художественное само покупало у себя или у своих друзей работы. Но я еще перебью, я хочу пояснить еще эту ситуацию. Тем не менее, для того, чтобы поступить в Союз художников, для того, чтобы начальство купило худфонд эти работы, нужно было в досье художнику иметь некие рефлексии, критические отзывы, правда? Там какие-то обязательно нужно, кто про тебя написал. То же самое и сейчас происходит, когда складывается Кори Колумбитай, обязательно, ну, в каких музеях или частных собраниях находятся твои работы, но плюс еще, хорошо бы там, вот эти критические отзывы, конечно, художники заказывают их, мы же не будем отрицать, что эта практика существует, и она распространена, и это тоже предмет нашего обсуждения. А как же ориентироваться вот в этом море столь одинаково апологетических мнений? Да, и вот все привыкли к такой практике, к подобной практике, что написать что-то критическое о художнике неприлично, это значит нарушить корпоративную этику, и это распространяется, если раньше это шло по двум как бы линиям, официозное пространство и андеграундное пространство, то теперь это слилось в один единый гламурный такой объем, и везде неприлично. Неприлично критиковать Зураба Константиновича Церетеля, неприлично критиковать Илью Кабакова, неприлично критиковать, там, я не знаю, Аесов, неприлично. Зато прилично почему-то Илью Глазунова. Ну, Глазунова, ну да, Глазунова. Ну, почему-то прилично критиковать. Я всегда удивлялась на протяжении всей его долгой жизни. Неужели нет другой фигуры, которой надо лягать? Ну, просто Глазунов, он остался таким одиночкой, он не обрел, не оброс, ну, почти, несмотря на героические усилия, создание академии и так далее, не оброс своим интеллектуальным фан-клубом, как бы. На самом деле, это да. Это большая забота, и я понимаю, что он взыскует. Он взыскует рядом с собой иметь столь же звездную личность, как он сам, потому что сам он... Вопросы не... любить или не любить, да, это творчество. А вопрос какого-то звездного статуса, там, понимаете, начиная с конца 50-х годов, вот он хочет, чтобы рядом с ним был искусствовед, теоретик и так далее, он все переживает, почему его искусствоведы... Вот такие, где-то работают музеи, каких-то музеях, там, Кремля, Пушкинском музее, Третьяковке, в редакциях, в ЦДХ, но нету вот того полемического... Ну, ладно, давай останем эти фигуры, я просто говорю, что вот это какая-то отдельная фигура. Не дает материал для обсуждения, художественного материала, там мало, там много интересного очень для историка культуры, для социолога, для социо-психолога. И чем дальше, тем больше этот феномен вызывает удовольствие, но как-то действительно абсолютно в стороне от неких стратегических. Вы сами понимаете, я не апологетику считаю, я просто задаю вопросы, что происходит. Сафронов там же нет. Нет, Сафронов это совсем не будет. Нет, Их много. Да. Ну, академики, мы все теперь уже академики, даже я, с вашего позволения, уже академик, хотя смешно. но просто есть художники, которые выстроили себя, и это человеческие, это очень интересно, просто вот для журналистов, для социологов, очень интересно. Выстроили себя как отдельное явление, но сами эти личности, как бы не всегда их выстраивание, не всегда сопутствует художественное строительство. Они очень яркие, они очень талантливы в каких-то еще областях, кроме художественной, и вызывают действительно интерес, но есть ли там предмет для художественного анализа, критического анализа, я не уверен, даже не уверен, что вы все знаете их имена, у всех у них есть свои музеи роскошные, академии и прочие, ученики даже, но в художественном мире им неуютно. Но это не значит, что художественный мир уже себя обустроил. Вот мы уже сколько лет, 40 лет, да, примерно, вот это строительство мало чем заканчивается, несмотря на всю убедительность строительства физического. Вот мы сидим в роскошном пространстве, о котором современное искусство России не могло мечтать. Ну, когда-то, когда строили ЦДХ, тоже было удивительно, но не могло мечтать. Вот, пожалуйста, сейчас оно есть, и есть винзавод, и есть Красный Октябрь, и строится там будет Новая Голландия, и так далее, и так далее, и арт-плей, и прочее. Это вопрос, опять же перебью, вот тот самый, что ж такое красота, помнишь, и почему его обожествляют люди? Сосуд, в котором пустота, или огонь, сияющий в сосуде. Вот есть, моя дочка, которая вот в Венеции ходит по всем этим, и она говорит, ну почему современные актуальщики плачутся, что им чего-то не дают? Уже все есть. Есть институции, есть замечательные залы, есть целые отряды критиков, которые с интересом, там не обязательно ангажированы, об этом мы тоже будем говорить. Но скажите, пожалуйста, насколько возможно вот эта регенерация талантов, где каждый, где в мире проходится до 600, это то, что я знаю, бенали современного искусства, где каждый раз нужно все время туда инициировать какие-то новые имена каждый год, каждый год, где мы можем найти столько имен, может быть, это какая-то вот, я не знаю, Леня, я немножко в растерянности от этого изобилия того, что происходит в современном искусстве. Я считаю, что искусство – это вообще штучный товар. Это штучный товар, но нет плотности в этом строительстве. Нельзя построить только конструкцию вот эти несущие поверхности и не провести канализацию. Нельзя построить стены и не вставить окна. Относится к коммуникации. Может быть, речь идет вот об этом каком-то таком универсальном и для сантехники, и для философии, и для социологии, и для существования художественного баскара. Если в небоскребе не будет лифта, то большому цена. И вот этих лифтов и канализации в наших небоскребах нет. А стены мы строим, стены вкладываем огромные деньги в это, а обустройства, инфраструктуры нет. У нас отсутствует, я говорил, буду об этом еще говорить, институт критики, на мой взгляд. У нас отсутствует художественное образование, адекватное художественное образование современной ситуации. хотя наше художественное образование, но мы можем им гордиться и гордимся, и по всему миру об этом говорим, и наши преподаватели ездят преподавать искусство в разные страны, правда, в основном в Юго-Восточную Азию, а все-таки не Берлин, не Лондон и Амстердам, но тем не менее, и туда даже иногда ездят. Но системы образования нет. У нас еле-еле выстраивается литература по современному искусству. Кроме заказных изданий, вот как ты правильно говорила, таких апологетических изданий, почти нет ни теории современного искусства, кое-что переводим, ни настоящей критики. Наши журналы очень большой крен в сторону вот такого глянца и гламура, несмотря на убедительные успехи. Если сравнить, я не знаю, сегодняшние журналы, там, Арт-Хронику или, я не знаю, там, что с бывшими нашими журналами 30-летней давности, ну, наверное, это вызывает удивление. Но удивление, но еще не удовлетворение. Критики там тоже мало. Там есть информативность, да, но такая хлесткая, быстрая информативность, которая переполнена интернет. Зачем печатать все, зачем тратить бумагу на то, что можно одним кликом найти в интернете. Всю фактуру, всю эту беглую информацию, такой quick information, нет нужды в бумаге. Леонид Александрович, а вот еще что-то, что меня чрезвычайно трогает, некий равный регистр интонации, чуть-чуть отстраненный, чуть-чуть ироничный, и это все мне очень нравится. Я вообще ценю человека, чувство юмора, иронии, и так далее. Но иногда мне не хватает живого чувства, живой страсти. Понимаете, я помню одну свою статью, которую на заре 90-х годов в московском комсомольстве отдала, где писала про девочку из Парижа, художницу. Она как раз вот такая, которая позволила мне охарактеризовать ее как ироничную, и я сама писала в этом плече. Знаешь, Минген сказал, что это ужасная статья. Я говорю, ну вы же ничего не переделали. И я сказала и прикусила себе язык, потому что в конце моего текста было одно выражение ха-ха, который, вот почему как бантик он прицепил к этому, чтобы вот эта ха-ха прозвучала, и для меня это было неким таким симптомом. Я как историк искусства, который наблюдает за процессом, я поставила себе веху. И дальше уже на протяжении 20 лет отслеживала вот это некое ха-ха. Там было прямым текстом. Вот идет какая-то такая статья, в которой бьется какая-то мысль, желание высказать свою симпатию и понять, что это за художник. А в конце с абзаца было ха-ха. Потом этого я нигде не встречала, но это ха-ха в интонации звучит. Мне кажется, что вот этого какого-то бояться быть серьезными, что ли? бояться, но кроме этого малая востребованность. Малая востребованность? невыстроенного общества, она достаточно потребности, они достаточно элементарные. И поэтому удовлетворяет хохма, гламур, фэшн и так далее. Те простые быстрые стратегии и тактики продвижения товара, продвижения мысли, которые легко считываются, легко воспринимаются, легко проглатываются. Некогда жевать, некогда думать. Но этому надо долго учиться. Это обязанность профессионалов, которых, опять повторяю, которых у нас если и есть, то очень мало. Если они есть, критики есть, но нет института критиков. Института нет. Институт это не отдельные критики, это не 10 отдельных критиков, которые знают друг друга по имени, а это институт, это нечто другое. Это когда есть верх-низ у этого института, когда есть коридоры этого института, когда есть разные комнаты этого института. Это структурированное разработанное пространство, а не просто одиночки в лесу или в поле. Институт это особое дело. И такие институты есть в западном мире и формируются сейчас в новых странах, в Китае, в Иране даже, в Индии. Леня, вот вы фактически руководитель Центра современного искусства Московского. Он очень деятельный этот центр. Вы глава вкусовой центр, некий такой определяющий человек, институт сам по себе. Ну вот я перед вами критикую. Вы знаете, я не критикую это же от нас зависит тоже все. зависит, но должен сказать, что делается вот наша институция, не институт критики, в целом, я не отвечаю за институт критики, а наша институция, государственный центр современного искусства, делается очень долго. Вот в будущем году будет 20 лет, как он существует. 20 лет и всего по-моему с 2004 года у нас существует крыша над головой. Долгое время мы сидели в двух комнатах, которые нам по дружбе Миша Лазарев, главный редактор журнала искусства, просто нас пустил в две комнаты. Сейчас Миша Лазарев зав. отдела критики института искусств при академии художества. Но он уже болеет, не тронет. Я просто объясняю ситуацию. Вот. И начали мы это делать тоже давно-давно, вот с первых дней перестройки. В 86-м году мы учредили такое любительское объединение. как только можно было это сделать, как только мы вышли из-под таких жестких правил социальной жизни того времени, при первой возможности учредили такое любительское объединение Эрмитаж. Нам на год дали районный выставочный зал в Беляево, где мы провели первую ретроспективную выставку русского независимого искусства, которая потом была в другом несколько масштабе повторена в Третьяковской галереи и был издан сборник другое искусство. Я думаю, что те, кто занимаются историей современного русского искусства, для них эта книга просто должна быть настольной. Немного сделана помимо этого до сих пор. Но через полгода у нас это здание отняли, еще тогда не совсем деструктированный комитет государственной безопасности под его давлением у нас отобрали это здание после ряда выставок перформансов, лекций, кинопоказов, концертов и так далее. И мы через несколько лет создали независимый центр современного искусства на Якиманке, который просуществовал тоже некоторое время, достаточно успешно, и из него вышли те люди и те новые структуры, как, например, центр современной архитектуры, галерея Марата Гельмана, художественный журнал Вити Мезиана, ну и так далее. И уже на базе этого центра в 92-м году Министерство культуры учредило государственный центр. И с 92-го года по 2004-й фактически не было выставочного зала, мы висели в воздухе. Когда с такой скоростью реализуется та или иная концепция, та или иная идея, тот или иной проект, это, конечно, смешно. Ни одна страна мира не может позволить себе такую расточительность. Но, тем не менее, мы благодарны и министру культуры Сидорову, который подписал приказ о создании такого центра в 92-м году, и нам сразу дали помещение, которое через месяц отобрали и отдали Клыкову. Есть такой фонд славянской письменности, и им отдали наше выставочное пространство. И потом мы сидели, висели в воздухе, и потом Швыдкой, будучи министром, отдал нам завод на зоологической. Лю, я как раз что-то вспомнила, что в это время, в 90-е годы заведующим отделом изобразительных искусств был Леонид Александрович Пожанов, не? В Министерстве культуры. Представляете, какой факт мы его вести. Меня пригласили работать действительно в 92-м году в Министерстве культуры с улицы просто. Я даже не знал, где находится Министерство культуры РСФСР. Я знал, где находится Министерство культуры СССР, более демократичное и более прогрессивное. Но почему же с улицы? С улицы, с улицы. Ну, с улицы, ну, из фактически такого неофициального учреждения. Все мы были с улицы, потому что это была новая страна. Ну да. Вот. Но именно при условии, что будет создан государственный центр, я там работал и что-то удалось сделать. Но потом очень долго. У нас не было ни денег, ни деньги на ремонт. И только последние вот годы, вот в течение этого последнего десятилетия, действительно, мы отремонтировали этот завод на зоологической. Мы строим сейчас, реконструируем здание и реставрируем здание в Нижнем Новгороде, уже часть его открылась. Здание в Калининграде, это наши филиалы. Мы получили здание и будем его переделывать. Уже есть проект хороших архитекторов во Владикавказе, это наш филиал. Есть филиал в Екатеринбурге, где тоже есть. Нам отдали здание школы и будем ее перестраивать. Ведем переговоры в Томске о открытии сибирского филиала и так далее. Но это все тот самый небоскреб, который должен быть заполнен, в котором должны быть лифты, коммуникации и так далее. И заполнен жильцами. А этих жильцов это проблема. Вот сейчас мы отправили своих сотрудников, ну и кого-то еще извне, из других институций на стажировку в шесть стран Европы. Во Францию, Германию, Голландию, Швецию и Румынию на стажировку, кураторскую стажировку. Так как здесь кураторов не готовят и до сих пор по-моему в Трудовом кодексе нет даже такой профессии. Я перебью эту тему следующего форума. Хорошо, мы вернемся к критике. И еще я вот хочу перебить и сказать, мы скоро должны закончить нашу встречу вот в таком беседном формате. Я хочу предупредить аудиторию, что через пять минут мы сделаем перерыв на 20-30 минут. Вся аудитория отправится на выставку Марины Абрамович. Потом мы с Леонидом Александровичем выслушаем ваше мнение. Те, кто пожелает потом прислать нам даже в минимальном масштабе это мнение письменно, мы будем рассматривать эти работы и лучшие из них будут примированы поездкой в Питер на наш форум. Будут выписаны командировочные. Пользуйтесь случаем. Пользуйтесь случаем. это хорошее продолжение. Хотя, видите, опять все переваливают на ваши плечи. Вас не учат в университете в критической работе. Вас призывают сразу начать самостоятельно критической работе. мы потом... Уже здорово. Мы же вот здесь и пытаемся что-то такое начать. Вот мы не дали аудитории поговорить и задать вопросы. Мы сидим и разговариваем сами. А мы же еще и для того, чтобы хоть как-то сориентировать и помочь вот в этом своем высказывании. Вот это такие эпизодические усилия. Вот мне очень нравится то, что происходит здесь в гараже. Мне нравится то, что происходит на Красном октябре. Мне нравится лекционная образовательная программа, которая проходит у нас на зоологической два раза в неделю лекции по современному искусству. Но это не те усилия, которые могут изменить ситуацию в стране. С нашей помощью была открыта Академия современного искусства в Екатеринбурге. Ее возглавляет очень образованный философ, замечательный Кропотов. Это уникальное учреждение. Но здесь пока не будет перестроена образовательная система наших университетов. Пока мы будем готовить не просто за деньги, в основном это платные курсы, когда готовят экспертов, потому что туда все хотят стать экспертами и торговать на нынешнем рынке, который уже есть. Слава Богу, он уже есть. Но никто не идет изучать теорию и критику, аналитику современного искусства, никто ей не учит. Леня еще перебил. Значит, ситуация с форумом, еще там есть такое условие, что в рамках форума будет присуждаться премия за критические работы. И одним из номинаций этой, кроме критической работы большого формата, там, сборника статей, блога, это мы говорили на прошлой нашей встрече, малого формата, и еще мы включили квалификационную студенческую работу, посвященную или истории критики, или современному художественному процессу. я вытягиваю из всех вузов страны, я не могу вытянуть себе. Я получила одну диплом, причем это не за последний год, так как форум будет происходить на разные темы каждый год, то мы решили, что это будет в течение последних пяти лет. То есть в течение последних лет, это студенты, которые защитили диплом, потом пошли, может быть, в аспирантуру, это вот уже какая-то квалификационная работа. Значит, одна работа мне Строгановка предоставила, наша академия, естественно, ничего, из Казанского университета, говорит, да что вы, нам запрещают это делать, из МГУ почти ничего, сейчас Иван Иванович мне прислал список, я ломаю голову, что в РГГУ, я договорилась, это вообще наши кафедры все, наши родные, я говорила с Бакановой и Лукичевой в августе месяцев, да-да-да-да-да, у меня на руках ни одной хорошей работы посвященную. Значит, единственное, что сейчас я с журфаком говорю, потому что там есть спецсеминары по современной критике, и они говорят, я поздно, как-то я, верная нашему искусловеческому сообществу, пошла по какому-то для себя проторенному пути, не очень доверяя журналистам. Сейчас мне придется пересматривать свои отношения. Вот такая картина, и для меня это очень показательно. Ну да, картина печальная, но нет в обществе, которого пока тоже есть еще, нет уважения к позиции критика. Есть уважение, и теперь уже поняли, что вот карьера это важно, но карьера сводится к успеху, материальному успеху, а материальный успех молодежи предполагается, что это успех в области торговли. Ну, косвенная экспертиза, которая тоже дает свой процент от продажи, и это приличные деньги. Но как только молодежь, а постепенно это произойдет, молодежь поймет, что критик это центральная фигура в художественном сообществе, центральная, даже не куратор, а критик, то и критики это почетные гости на всех биеннале, на всех аукционах, на всех, хотя они не всегда на виду и не всегда это гласно, но тем не менее. Ну, может быть, интерес головы повернуться в эту сторону. Но к тому моменту, когда головы повернутся в эту сторону, государство должно быть Министерство образования, Министерство культуры, о котором мы много говорим, их взаимодействие, но никак не придем ни к чему единому. Министерство культуры отмахивается, это дело Министерства образования, для Министерства образования художественная критика и вообще образование в области современного искусства это такая периферия далекая, там, дай бог им разобраться со своими проблемами, с новой наукой, с медициной, с естественными науками и так далее. Им нет современного художественного мира. И только взаимодействие Министерства культуры и Министерства образования может быть что-то дадут, но пока надежды не сильные. Я прошу аудиторию задать вопросы, если есть вопросы Леониду Александровичу. Я прерву нашу сегодняшнюю встречу, к сожалению, у нас тоже временной формат. Я думаю, что Леонид Александрович только подошел к обсуждению общих проблем, и мы еще обязательно с ним встретимся даже в рамках наших каких-то взаимных встреч. Леонид Александрович, у вас к аудитории есть вопросы? У вас к аудитории? К аудитории есть вопросы. Знаете ли вы имена каких-нибудь современных художественных критиков? Одно, два. И не обязательно отвечать на эти вопросы. И другой вопрос, это на будущее кого-то из отечественных философов современных. Просто хочу сказать в завершении нашей встречи, что современное искусство, осознание современного искусства и современная художественная критика не существует вне контекста современной философии. Не существует. И уже много лет. Да, и вообще современное искусство. Кроме того, мы стоим на пороге совершенно других открытий других пространств. Что вы сейчас увидите у Марина Абрамович? Это слияние современного художественного сознания с научным сознанием, естественно научным сознанием и так далее. И вне этого контекста, пока мы не выстроим весь дом, наполненный не только лифтами, канализацией, но и всем, включая книжные шкафы, мягкие игрушки и прочее, ничего не получится. Отдельно критика не существует. Она не существует вне политического климата, нормального здорового политического климата. Она не существует вне развитой философии, она не существует вне развитого образования, она не существует вне развитой науки. Перед нашей страной стоят колоссальные еще перспективы строительства, А мы пока на стадии самого элементарного строительства шалашей. Хотя эти шалаши многоэтажные. У нас наш центр будет строиться, по-моему, порядка 20 этажей будет в центре города. Найти бы милого для этого шалаша, да? С милым рай шалашами. Скажите, пожалуйста, вот художественные идеи современного искусства, работы, которые мы сейчас можем наблюдать, доставляются в галереях. Спасибо. Художественные идеи, которые формируются и которые выражают современные художники в своих работах, как правило, я могу, конечно, ошибаться, основаны на каком-то социальном протесте. И, как правило, многие из этих работ очень агрессивны. И, тем не менее, критики дают им положительные оценки. То есть мой вопрос стоит в том, что как можно положительно оценивать работы, которые, в принципе, несут в себе негатив. Спасибо. Очень хороший вопрос, замечательный. Вот это начало критического суждения. Ну, во-первых, далеко не все современное искусство социально озабочено. Это не так. Но действительно, и особенно в России, можно это заметить. Во всяком случае, мы как-то ждем от художников социально нагруженной, социально обостренной активности. Уж очень долго мы занимались только гламуром или приглаживанием реальности. А реальность чудовищная, реальность, в которой мы живем, не только здесь, в России, вообще во всем мире. Она экономическая, экологическая, социальная, политическая. Везде, и не надо далеко ходить, любое телевидение, новости дня, и вы все сразу увидите. И художники не могут этого не замечать. Это как бы вызовы времени, на которые художники реагируют и должны отвечать. Но есть художники, которые в это время занимаются герметичным искусством, там, я не знаю, филд-пейнтинг, геометрической абстракцией, чем-то таким, в чем никакого социального протеста не прочитывается. Вопрос был в другом. Да, а сейчас я возвращаюсь в собственно... То есть не все поле современного искусства таково. Но когда художники занимаются таким социально обостренным, прибегают к социально обостренному высказыванию, это вполне адекватно действительности, реальному миру. И критическое суждение по этому поводу может быть позитивным и одобрительным. То есть они справились со своей задачей. Если художник ставит перед собой задачу, с которой он не справляется, художественный критик ему делает замечание. Он говорит, это плохо, у тебя неудача. Ты не сумел нарисовать цветок таким красивым, каким я его вижу. Или ты не сумел представить апартеид в Южной Африке таким, каким он был на самом деле. Это творческая неудача. И право критика делать замечание. Или наоборот, право критика одобрить. Кентридж замечательно открыл проблематику апартеида. Виртуозно используя и традиционный язык искусства, и современные стратегии, и современные приемы создания образа. Так что это критическое суждение положительное, оно фиксирует удачу критического высказывания художника. Критик обнаруживает качественность критического высказывания. Это вполне приемлемо, вполне может быть. Здесь нет противоречия. Критик одобряет в определенных случаях, когда это удачно, позицию художника, остроту его высказывания, точность его высказывания, точность владения языком, которым он строит свою речь. Свою речь весьма критически и даже агрессивную речь. Это может быть. Вот сейчас мы это увидим. В России же, почему, я думаю, что, предполагаю, что, может быть, ваш вопрос порожден тем, что за последнее время в России некоторые художественные высказывания, допустим, высказывания или художественные жесты группы «Война» вызывали различную реакцию. Художественные критики одобряли их высказывания и их художественный жест, и им даже была присуждена премия «Инновация». Да ладно, уже даже актуальщики стали осуждать за это. Нет, а другие осуждали, и другие говорили, что это просто такое социальное хулиганство, и не более, это не художественный жест. В диапазоне этих диаметральных суждений каждый для себя может найти какую-то свою позицию и свою точку опоры. Не обязательно примыкать к одному крайнему суждению или к другому крайнему суждению, но объяснить крайность суждения экспертов современного искусства, которые присудили инновацию, можно, потому что им показалось, что в контексте вот этой рутинной, такой гламурной художественной жизни, которым перенаполнена Москва или Питер, когда все сводится только к рынку и к такому мейнстриму и саксессу, вот такой радикальный художественный жест, корни которого уходят еще в хулиганство русских футуристов начала XX века, вполне может быть уместен. И ничего страшного, ничего вопиющего и нуждающегося в каком-то внекритическом разборе и внекритическом осуждении и запрете на уровне суда, как это было с другими аналогичными ситуациями, в этом нужды нет. И достаточно критического суждения. И когда в это не будут вмешиваться вне художественной силы и вне художественное суждение будет налагать вето на такие действия, то в художественном сообществе вполне легко разберутся. И как только спала вот эта ажиотированная, накаленная ситуация вокруг этой премии, тут же критики, одни критики, сначала защищая их, тут же отказались от защиты, когда уже нужды в ней не было, уже получили премию, уже все в порядке. И тогда они честно высказали свое отношение. В том числе и ваш покорный слуга тоже в этот момент какие-то осуждающие, хотя я симпатизирую, мне жалко, что ребят сажают, но высказывали критические суждения в их адрес. Я только хочу сказать, что футуристы и авангардисты начала века прошло уже сто лет. И это все, на мой взгляд, абсолютно не несет себе и доли новаторства. Они ни на какие премии не претендовали, Леня Дорогой. Претендовали еще какие? Нет, ну я понимаю, я понимаю, когда там, допустим, заплатили Маяковскому деньги, а Северянину присвоили король поэтов. Но это внутри какого-то этого. Мы что, на государственном уровне? Ладно. Это вот как раз тема следующих дискуссий. А сейчас я вас прошу, внимательно отнеситесь к очень обширной, очень масштабной и очень как бы информативной, информационно-полноценной выставки. И хорошая выставка. Да, очень хорошая. И Кентриджа. Но Кентриджа мы обсуждали в прошлый раз, значит. Марина Абрамович, и через 20 минут только, к сожалению, наш лимит времени, мы с Леонидом Александровичем съели, так что через 20 минут мы будем выслушивать ваше мнение. Спасибо вам большое. Встречаемся. Вот за прелестной Настей она скажет, где мы встретимся, потому что там много залов. Всего доброго.